Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Божие благословения вам, братья и сестры! Сейчас, прежде чем говорить о том видео, которое хочется выпустить и поговорить с вами, прежде всего я поставлю видео сейчас, которое вы должны все увидеть. Все, что сейчас говорится обо мне, о хератонии, я хочу вам показать конкретно человека, кто это первый распространитель этого всего, и посмотрите в этом видео, чтобы не только от меня эти были слова, а чтобы вы сами посмотрели и убедились, что этот человек проповедует. Это видео, которое он сам снимает, сам говорит людям и народу, говорят такие вещи. Ну, в принципе, не буду я сейчас обсуждать это все, посмотрите его. Спасибо, Господи. Ну, это вопрос очень древний, в общем-то, и еще первые христиане, даже апостолы, они ждали, что вот-вот наступит конец света. Это вот ожидание конца света, оно как бы связано с тем, что вот в апокалипсисе названо число зверя 666, и сказано, что кто это число получит, тот как бы погубит свою душу. И вот люди ищут вот эти вот три шестерки везде, стараются как-то, чтобы это их не коснулось. Но здесь шестерки – это как бы отступление от Христа. Вот человек верующий, вот никакие внешние магические там действия над ним не властны. То есть Господь нам в сердце своем, и какую там печать на Него не ставь, как бы сущность человека от этого не меняется. И по поводу вот идентификации, мы знаем, что вот мы сейчас находимся недалеко от Рождества Христова, мы прекрасно все помним, кто знает Евангелие, что Господь, еще не родившийся, вот святое семейство, отправились в Ифлием для того, чтобы как раз стать на учет, чтобы получить учетную запись. Это римские власти переписывали тех, кто жителей Израиля, переписывали людей для того, чтобы получать с них налоги. То есть вот то, что происходило тогда, во времена Рождества, это в принципе то же самое, что и происходит сегодня. Так что не надо бояться никаких внешних вот таких вот знаков, а надо хранить свою душу, свое сердце, чтобы всегда человек был с Богом. Тогда ничего внешнего на него не сможет иметь никакого влияния. А по поводу вот паспортов тоже там биометрических или иных, любых других, вот мы знаем, что катакомбники, вот катакомбная цепь, члены казаковой цепи, там многие из них были, которые жили без паспортов. Это в советское время. Это трудно даже себе вообразить, как в советское время можно было жить без паспорта, когда это был тотальный контроль, тотальный учет. И вот были люди, которые действительно жили без паспорта. Они ничего не получали от этой власти. Никаких пенсий, никаких льгот, никаких, как говорили тогда, социалки. Это были люди, которые не существовали для советского государства. И государство за ними охотилось. Они считались антисоветчиками. Антисоветчики это самое страшное преступление, которое могло быть в Советском Союзе. И эти люди действительно жили так. И они не осуждали тех, кто имел эти паспорта. Потому что были катакомбники, которые и имели паспорта тоже, в общем-то. Это уже дело совести каждого человека. Если вы хотите отказаться от биометрического паспорта или любого другого паспорта, то будьте тогда последовательны. Откажитесь тогда от всех льгот социальных. Потому что сейчас эта борьба ведется против ИНН, против паспортов. Она ведется за то, чтобы не за чистоту исповедания, скажем, не за чистоту своей веры, а для того, чтобы иметь возможность не иметь этих, скажем, паспортов и в то же время получать все льготы, которые предусмотрены государством для этого человека. Пользоваться деньгами, получать пенсии, но при этом паспорт не иметь. Это разносимо тому, что бороться за то, чтобы этот зверь ставил печать не только на руку, но еще и на лоб. Понимаете? Здесь никакой разницы нет. Если вы пользуетесь благами государства, то значит вы уже как бы имеете печать на себе этого государства. В виде паспорта, в виде чего-то другого, какого-то записи какой-то или еще что-то такое. Но в принципе это суть и дело не меняет. Так что я вам советую все-таки меньше заботиться о этих биометрических паспортах, а больше заботиться о своей вере, о борьбе с грехами, о благочестии, о своей христианской жизни. Вот если вы будете с Богом, то никакие паспорта, никакие шестерки, они ничего с вами не сделают. Так что будьте спокойны, веруйте в Бога и соблюдайте Его заповеди. Вот это самая главная наша защита в этом мире. Вот в чем, братья и сестры, состоит именно прельщение. Дело в том, что когда Господь сказал, что возможно и избранные соблазнятся, это соблазнение, оно вот о чем говорит. То что сейчас многие архиереи и люди, они разделяют именно глобализм от экуменизма. И говорят, что кесарево кесаря, а Богу богови. Но на самом деле это и есть самое главное прельщение, об этом и старцы все говорили. Как говорили, и Гурич, и Злов, и много-много других. И за Паисия святогорцев вообще 9 лет не могли ННН даже ввести. Понимаете, вот и сейчас из книг вычеркивают такие вещи, отказываясь от своих старцев. Вот это вот именно главный момент, главный момент прельщения. Потому что, еще раз напомним, что антихристов корабль, он состоит из двух частей. И глобализм, и экуменизм. И об этом говорит четко и ясно откровение. И вот именно пастырь, когда говорят вот такие вот вещи, братья и сестры, это и есть вот именно прельщение. И поэтому будьте аккуратней. Смотрите, за каким пастырем идете. Потому что эти вещи, они ведут в погибель вечную, понимаете. Всем понятно, что вот эти шестерки будут накладывать именно начальство, которое будет вместе с антихристом, и которое сейчас есть. Поэтому вот эти вот именно моменты, они очень важные. Важно не прельститься, понимаете. Невозможно проповедовать одну часть корабля антихриста, то есть глобализм, который уничтожает всякое чувство у людей, и отказываться от экуменизма, то есть смешения веры. Это практически все одно и то же. Потому что это часть, даже половина части, даже может быть и больше. То есть вот, потому что ведет именно к этим вот печатям. Поэтому и в апокалипсисе сказано об этом. Будьте внимательны, дорогие друзья, и постарайтесь не прельщаться вот этими вот вещами. Дай Бог, чтобы Господь помог вразумиться многим людям. Многим, некоторые священники, ссылаясь на митрополита Агафангела, что он запрещение в отношении меня выложил, то есть они ссылаются это и многим другим рассказывают. Братья и сестры, такие запрещения не действуют. Это глобалисты, понимаете, и надо это понимать все. А иначе мы можем вообще от своих пастырей отказаться. Как вот у нас сейчас многие делают, схимники и так далее, что говорят, что больше сейчас вообще священников нету. Как будто бы ад победил Христа Господа нашего. Да не будет всего. Спаси всех Господи. Дай Бог вам, чтобы вы научились понимать, что значит объединение во Христе. Ведь всякое разделение, оно только в сатане идет. И это и нужно тем, которые государи убили, чтобы мы всегда разделялись с вами, понимаете. Раньше люди, которые шли к священнику, они видели дух рукоположения, а не самого человека. А сейчас идет все обратное. И те люди, которые говорят, что вот один священник такой, другой сякой, там, знаете, вот и куча-куча вот этих вот моментов идет. Ну, как бы сказать, только не о ересе, да, то есть вот разговоры. Если о ересе идут, конечно же, надо смотреть и проверять, то есть, да, вот именно. Вот. И эти моменты очень важны. Но если мы будем присматриваться друг к другу, каким-то погрешением или еще что-то, мы вообще друг от друга откажемся. А враги будут в ладоши хлопать и смеяться над нами. Какие же мы дурачки. Поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны. Все мы хотим Господа любить. И надо каждому человеку помогать. Если у какого-то человека или священника есть какая-нибудь ошибка, надо помочь ему. Помочь ему вылезти из этого и не обсуждать. А не осуждать, а не кричать на него что-то. То есть, понимаете, вот. Если этот священник не проповедует ересь. Поэтому, дорогие друзья, будьте внимательны. Помогайте друг другу. И соединяйтесь во Христе Иисусе Господе нашим. Ведь Господь же Иисус Христос молился. Вот сюда будут все едины верующие. Как ты во мне, и я в тебе. Аминь. Вот такие вот именно архиереи, которые распространяют разные такие вот именно слухи, проповедуют. Вы представляете, сколько миллионов людей, послушая архиерея, который говорит, не просто так берите документы. Он причем это говорит, что он понимает это, о чем он говорит. Потому что в первых словах он говорит, что три шестерки они отлучают от Бога. И как бы под свою анафему подоши, своим же словами о себе осуждают. Дальше он начинает говорить, но если вы отказываетесь от этих документов, тогда отказываетесь от всего вообще. То есть, да, как бы подтверждая этим самым, что ему не нравится, когда люди отказываются от документов. То есть, этим самым он подтверждает, что он понимает, о чем он говорит. Потому что пастыри, они прельщаются, но не заблуждаются. Господь охраняет от заблуждения. И вообще пастырю не свойство заблуждаться, потому что заблуждаются овцы. Вот. Потом он говорит именно хулу на Господа нашего Иисуса Христа и Пречистую Богородицу, что именно вот эти вот три шестерки, которые сейчас вот есть, он приравнивает к тому, что Господь с Царицей Небесной шли на перепись населения. То есть, да, вот насколько вот это вот состояние такое, что он благословляет принимать шестерки, благословляет принимать документы все, биометрию, сам он об этом говорит. И именно этот человек выпустил в отношении меня документ, что он меня запрещает. То есть, и Господь так попустил ему, чтобы он понял, в чем он попадает. Когда они сказали, изволься Духу Святому и нам, и выяснилось, что они во лжи находятся. В той лжи, то, что когда они спросили у одного всего лишь человека в отношении всех нас, сколько у нас епископов, и тот человек солгал. И когда они уже подписали документ, они только потом узнали, что тот человек солгал, кто рядом с ними был. И на основании этой лжи Господь дважды подтверждает, что суды, которые они выносят, вот эти люди, которые, слушая их, миллионы погибают. Причем погибают настолько страшно, и может быть и безвозвратно. Поэтому Господь обязательно взыщет. Кто-то, некоторые люди говорят, что ему изначально, это митрополит Агафангел, дал свое благословение служить патриарх Иринеи. Но это совсем не говорит о том, что человек до конца жизни своей будет жить свято и спасется. Потому что у нас есть у апостола слова такие, что он от нас вышел, но не был нашим. И так далее. Поэтому многие люди начинают за здравие, а заканчивают за упокой. Я не хочу эту тему продолжать слишком много, потому что она уже мне порядком надоела. И люди, которые слушают, надеюсь, все это понимают прекрасно. Поэтому суды, которые человек в глобализации, причем ее проповедуют, одеваясь в облащение клобуки митрополичи, чтобы люди погибали, Господь с благодатью Духа Святаго таких отходит. Напомню вам, что по всем святым отцам корабль Антихриста. Почему корабль? Потому что это будет духовная морда. То есть вот. И поэтому корабль его будет состоять, так как он еще и будет именно правитель, он будет действовать двумя способами. Это екуменизм, то есть смешение вер. Это его половина корабля, где уничтожается истинная вера во Святую Троицу. И второе, это глобализация. То есть вот эту глобализацию, то есть часть корабля Антихриста проповедует этот вот имя человек. И уже, я надеюсь, прекратим вот эти все разговоры. Потому что сейчас мне хочется поговорить вообще не на эту тему. Все мои видео, которые я выпускаю, мне хочется только говорить о Боге. Блаженный Августин говорит такие слова, что смотрите не что делает священник, а что он говорит, ибо от преизбытка сердца говорят уста. Поэтому, если, допустим, вы смотрите все мои ролики, они только говорят о чувстве к Богу. Поэтому я сейчас эту тему хочу закрыть и больше ее не поднимать. Спасибо всем Господи. Хотел с вами поговорить сегодня. Пришло время отделять волков. Вот овец Христовых. И те, кто будут сейчас вот это слушать, я очень призываю ради Господа, чтобы вы посодействовали. Понимаете, у нас в мире перемешано. Кто жид, непонятно, потому что они там, допустим, работающие в больницах, на самом деле там гельштейны какие-нибудь, а называют себя Иванов. То есть, да, полностью меняют имена свои, судьи, президенты, представители администрации и так далее. То есть, депутаты. Поэтому и понятно, почему сказал Авель Тайновидец, что будет Игорь Жидовская сто лет. И почему сейчас вот эти вот именно идут междуусобицы страшные. Люди в каждом государстве между собой воюют. Об этом и Господь сказал. И плюс не только это, еще идет, что сама природа поднялась на беззаконие людей, которые творятся. Как некогда, когда Господа распинали солнце, отвернуло свой взор, чтобы не смотреть на беззаконие, которое творили люди. Хочется зачитать призыв старцев. Все старцы у нас просят, а сейчас особенно, то есть, те люди, которые верующие, и жили еще, то есть, духовные чадо духовных старцев, такие как Паисий Святогорец, Иосиф Исихаст, они выпускают видеоролики и призывают людей, призывают именно Россию, что они переживают, что в России нет единства, что в России все разделения идут. Потому что именно Господь через Россию заповедал, чтобы через Россию пошло объединение православных стран, произошло возрождение, хотя и не на большое время. То есть, ну это Богу отдадим, вот эти рассуждения. Нам сейчас, которое время нам оставлено, нам самое главное, что мы можем сделать или что мы сделали, пока мы живем. То есть, вот, грехов мы понабирались много, и как же сейчас вот нам именно действовать, чтобы услышать зов этих старцев, которые обращаются к России и говорят, хватит ругаться, которые говорят, объединяйтесь. И вот, братья и сестры, сегодня видео, которое я выпускаю, я хочу вам еще рассказать некоторые вещи, еще два слова за свою хератонию, которые не относятся к этим вещам, что говорил. Рукоположение мое было в епископы не так, как сейчас рукополагают в Московском Патриархате, не так, как рукополагают сейчас в РПЦЗ. Что я имею в виду? То есть, рукоположение у меня было, по сути, одинаковое. Но в этом рукоположении у меня было, оно было царских времен. Еще когда род Романовых был, жил, то есть, там были рукоположения, то есть, и в этих рукоположениях была присяга. В этой присяге обещание идет Господу, чтобы охранять веру православную. То есть, в этой присяге была присяга государю, его роду Романову до скончания века. То есть, вот, это подтверждение клятвы, которое было в 1613-го года. Поэтому хиротонию, которую надо мной делали, она была царского происхождения. Вот это вот именно царская хиротония во епископы, она меня обязывает, обязывает, чтобы я проповедовал то, что сейчас говорю. Сохранял законы церкви, насколько возможно это. Везде голос подавал где-то, возможно. И, насколько возможно, говорил за государя. Если где-то кто-то клевещет на него, то есть, я обязан встать и первый защитить его. Поэтому я делаю все возможное, чтобы вы сейчас услышали. Много у нас таких видео, что надо покаяться за предательство, что надо как-то жизнь менять и так далее. Жизнь это не изменится. Сегодня я вам подскажу, что надо сделать, если вы действенно выполните то, что будет вам сказано. Поверьте, вы станете детьми Божьими. Если куча грехов, которые у вас есть, они не прекратят свое действие, то я верую, что Господь начнет сам действовать с вами. И жизнь вашу поменяет полностью. Во-первых, как сделать так, чтобы отделить овец от волков? Сейчас, как мы говорили, перемешаны жиды с русскими, и непонятно, что вообще происходит. Те люди, которые ненавидят Россию, они полностью перемешались. Это было намеренно сделано для того, чтобы не было кучки людей, которых можно просто изгнать из своей страны. Поэтому они полностью перемешались. И сейчас просто практически это сделать невозможно. Поэтому, братья и сестры, каждый, кто у вас есть, возьмите, скачайте воинскую присягу, которая была при государе Николае II. И каждый православный христианин дайте эту присягу. Обязательно это сделайте. Через это вы примиритесь с царем, то есть у вас клятва уйдет из шестьсот тринадцатого года. И через это вы примиритесь с Господом и станете его детьми настоящими. То есть это будет великий шаг для того, чтобы определить, кто вы и что вы. Если человек какой-то, который не захочет присягу давать, то тот человек, он по сути потом в дальнейшем вообще не будет православным. Я уверен в этом. Почему уверен? Потому что, говорит Серафим Саровский, что эта часть, которая будет за царя, она победит. И уже прольется столько много крови, никого не сошлют в Сибирь. Всех казнят. Поэтому это слово говорилось батюшкой за архиереев, которые Бога предали. Поэтому говорю не свое слово, а говорю слова батюшки Серафима Саровского. Сейчас вот тот момент, когда определяется, с кем вы будете. С государем, которого Господь желает нам подать. Или будете вне. Поэтому, дорогие друзья, сделайте малое. То есть поисповедуйтесь обязательно. Если у вас есть священник, поисповедуйтесь перед священником. Прочитайте присягу саму воинскую, там на одном листе. Поцелуйте крест. И пусть священник распишется, как очевидец, как свидетель того, что вы дали эту клятву. Второе. Если священника нету, поисповедуйтесь перед иконой царской на дому. И перед царской иконой потом позовите какого-нибудь друга вашего, который не участвует в предательстве. Позовите, и пусть именно будет очевидцем и свидетелем вашей клятвы на верность государю. Если у вас вообще никого нету, то будет сам государь вашим тем очевидцем и преемником вашей клятвы. Поэтому, дорогие друзья, постарайтесь это исполнить. Насколько возможно, распечатывайте листовки. Листовки именно те, которые есть присяга. И отдавайте тем людям, которые не имеют возможности где это взять. Мы столько грехов понатворили. Как сейчас вот именно нам от этого избавляться? Будем хоть что-то делать. Как говорится, верен в малом, верен в большом. Поэтому, дорогие друзья, постарайтесь рассылать людям, которых нет ничего. Если у вас нет таких возможностей, рассылайте это видео, куда возможно рассылать. Распространяйте это Слово Божие. Потому что мы стараемся передать именно Слово Божие, которое говорили старцы. Сейчас люди по всему миру взывают к России, чтобы они что-то сделали. Если вы дадите присягу, вы полностью отделитесь рукою Христовую от еретиков, от насильников, от всякого зла, которое именно идет против Государя. Я уже пытался людям объяснять, которые сейчас вот вроде даже и не поминающие, в ереси не участвующие. Эти люди начинают говорить, что те, кто молится за Государя, они на службах, которого нету. Это еретики, раскольники, сектанты и так далее. Я вам скажу, что это наоборот не так. Но даже если вы не хотите молиться на литургии за царя, хотя я вам всем уже давно говорил, в самой литургии Василия Великого это единственное место, что не могли убрать жиды. Потому что если они эту молитву уберут, литургия не произойдет, не будет тела Христовы и крови его. Потому что Господь, если убрать эту молитву, нарушается сама суть литургии. Поэтому, дорогие друзья, в этой молитве Василия Великого откройте, почитайте, там написано именно поминание Государя и Императора. Поэтому если это ересью никак нельзя назвать, а если кто посигнет назвать, это есть именно противники Божии и хулители. Поэтому, дорогие друзья, вникните, если, допустим, здесь перед самим, вот эта молитва читается перед самым именно преосуществлением даров. И если это важность такая большая, то как же мы не можем молиться? Но если даже, допустим, вы говорите, что этого нельзя делать по той или иной причине, приводя всякие правила и так далее, я с вами спорить не буду. Хочу вам сказать одно, почему убрали за упокой молитвы за царя. Ведь те архиереи, священники, которым вы ходите, которые за царя не молятся, они всех деток своих поминают. Вас поминают, других друзей поминают и так далее. А вот именно за царскую семью, кому присягнули на верность. Ведь это Бога установленный порядок, чтобы был Государь, чтобы был Император. Вы понимаете, что те, кто убили именно жиды, государя, и так мучили всю царскую семью, это не наш выбор. Это не мы убийцы. Поэтому надо понимать, что прославили его, даже неправильно государя называют страстотерпцем. Он не страстотерпец, а великомученик. И собор архиерейский, РПЦЗ, так и назвали его. Именно мучеником, а не страстотерпцем. Страстотерпец, это когда свои убивают. Вы понимаете, что жиды хотят на вас и на меня также повесить убийство государя и всю его семью. Поэтому он великомученик, и никакой он не страстотерпец. Поэтому, братья и сестры, давайте постараемся быть верными Господу. Постараемся ожить в Господе. Если вы дадите эту присягу, то сам Господь начнет помогать вам. Вся царская семья начнет помогать и отделять вас. Волков от овец Христов. Также хочется поговорить, именно многие спрашивают, что такое есть молитва в Духе Истине, которую Господь призывает. Молитва в Духе Истине, это и есть то же самое святое видение. Пока сердце горит благодатью ко Господу, то и в этот момент и святое видение присутствует. Сердце перестало гореть Господу, то прекращается святое видение. То есть, еще полнее, чтобы раскрыть слово молиться в Духе Истине. Смотрите, в Духе мы не можем молиться, пока не научимся в Истине молиться. Что значит в Истине? Человек, который находится в правой вере, если он стоит на молитве и молится Господу, и в этот же момент думает, как он картошку сажает, или с братом ругается, бронится, или думает о ком-то, то в этот момент он Богу лжет, и истины там не может быть. И в этот момент человек сам себя не слышит, поэтому и Бога мы слышим не может быть. А если человек, допустим, всем сердцем молится Господу, и всем сердцем чувствует, что то, что он просит у Бога, он на самом деле это очень сильно желает, духовных каких-то вещей, то Господь тут же сразу же посетит его. Человек, когда молится в Духе и Истине, обязательно у него ум соединяется с сердцем. То есть вот, и в сердце потом, когда человек это навыкает, начинает огонь гореть. Тот огонь, когда апостолы шли в Ямаус, к ним Христос стал, мы уже говорили на эту тему, и когда он исчез, они говорили, не горело ли сердце наше, когда он изъяснял слава о сии. Поэтому, братья и сестры, нам нужно, когда мы начинаем молиться, самих себя сперва услышать, желать всем сердцем того, чего мы просим у Господа. Это очень важно. И потом Господь начнет милость являть. И батюшка также Серафим Саровский говорил, что если напрасно Господа беспокоите, то Господь как милости вы все равно услышит. Он не может по-другому, у него сердечко дивное такое. Но когда время придет, он и взыщет с тебя, чтобы он напрасно беспокоил вам. Вот, дорогие друзья, это самое главное, что мне хотелось сегодня именно сказать вам. Это вещи настолько серьезные. Перед тем, как вы будете давать клятву, кто захочет, обязательно поисповедуйтесь, потому что это очень важно. И попросите Господа, чтобы он полностью сам изменил вашу жизнь. Если кто хочет присягу принять у нас, мы, конечно же, пригласим звонить, и там стараемся оставлять контакты, чтобы помогать людям, участвовать в помощи людям, которым очень тяжко. И благодарю вас за молитвы всех. Старайтесь вот эти вот видео, которые говорятся за Государя, распространять. Кто как может. Если не можете видео распространять и не умеете, то тогда листовки распечатайте, вот именно царского такого указа, как нужно именно приносить присягу. И пусть раздавайте всем друзьям своим. Участвуйте в этом. Покажите хотя бы в этом, что вы дети Божии. Помогите, что вы подскажите Господу, что вы делом, то есть, да, что вы хотите быть Богом. Что вы любите Государя со всей его семьей. Ведь они именно и жизнь свою отдали именно так, что избавить нас от клятвы 1613 года. Вам только остается присягу принести, как и делалось всегда. Поэтому присягу может принести каждый человек, который есть. Если у вас даже раньше говорилось такое, что человек, который имеет смертные грехи, разные там, да, вот именно сейчас гражданские браки и так далее, то они не могут такие присяги принимать. Сейчас, братья и сестры, я вам благословляю. Принимайте присягу. И если, допустим, вы не сможете стать Господу верными, вы не сможете избавиться от грехов. Если человек говорит, я не пойду причащаться, потому что не могу избавиться от какого-то греха, а святые отцы говорят, что ты не избавишься, потому что только причастие может помочь избавиться от чего-то. Поэтому, друзья, дорогие, постарайтесь поисповедоваться, покаяться и принять присягу, подписать ее обязательно. И тогда будет царь-батюшка полностью охранять вашу жизнь. Спасибо вас, Господи. Не участвуйте в руганях всяких. Пришло время объединяться. Старайтесь именно тех людей, которые между собой ругаются, старайтесь внимания особо не обращать на это. Ведь мы все делаем одно и то же дело. Каждый человек, который, допустим, где-то сохраняет, допустим, веру православную, когда он не участвует в этих бедах, которые идут, эклуменизмы проклятые эти, да, вот именно глобализм вот этот, который людей губит, вы понимаете, что мы берем, допустим, какой-то грех у какого-то там человека, монаха или еще у какого-то священника, и начинаем как бы таскать это везде. Так нельзя делать. Если мы так будем делать, мы будем участвовать в разделении, вы поймите. То люди, многие думают, что они вот за истину стоят, хотя там, допустим, две недели назад стали непоминающие, две недели назад узнали о ересе и так далее. То есть и сути канонов церкви не понимают, что там нужно духовно их рассматривать. А они начинают рассматривать только умом и буквально. И столько бед приносят людям. Сколько я уже видел этого. Вы даже не представляете, что те люди, которые приезжают поисповедоваться, и бежишь, и вырвешь, и еще, что только не происходит, то упадешь и встать не можешь. А вроде смотришь на человека, в ересе не состоит, в глобализации не состоит, избавился полностью от документов. А там любви вообще нет. Понимаете? А Господь нам говорит, что только любовь. Когда мы будем участвовать во спасении людей, вот как вот участвовать? В малом хотя бы будьте верными. Распечатайте то, что я вам говорю. Раздавайте людям. И не важно, будет он делать, не будет. Может быть неделя придет, и он покажется, увидит, или какая-то ситуация произойдет. Вы самое главное делайте это. И не потому, что я вам говорю это делать, а потому, что это обязанность наших православных христиан. Мы должны быть царем, с государем. И храм у нас тоже, царственных великомучеников. Поэтому если у вас желание, приезжайте, помолимся. Если нет возможности, звоните. Если какие-то просьбы нужны, помолиться за кого-то, кто болеет, еще что-то, постараемся всегда откликнуться. Также мы служим литургией за единого. Если человеку какому-то плохо совсем, он просит нас, и мы молимся как за единого. Что значит как за единого? Когда вынимаем частички из просфорочки за живых, обычно говорится так. Помяни, Господи, рабов твоих. И называются имена. То есть, Василий, Виталий и так далее. Когда доходим до того человека, за кого нужно помолиться как за единого, мы не только частичку вынимаем и читаем отдельную молитву за него, за этого человека, чтобы Господь особо ему помог. И потом дальше во всей литургии, и даже стоя с телом Христовым в руках, когда сам Господь с нами находится, и в руках с телом Христовым, мы уже у Господа просим. И Господь всегда милостью является своей. Будьте как дети, пишите письма Господу. Объясняйте свои проблемы, свое горе какие-то. Напишите государю, императору Николаю письмо. Помогите, попросите помощи, чтобы он помог вам во всех бедах и страданиях. Если у кого-то дети, допустим, очень в таком воздействии находятся, и родители плачут, постарайтесь дать им, чтобы они подписали. Объясните им, что вот именно государю убили, чтобы ты не попал под вот эту вот именно клятву 1613 года. Что обещали до конца дней своих быть верными роду Роману, а сейчас мы отрекаемся от этого. То есть, да, и как вот именно раньше были архиереи, когда только красная власть пришла, Ленина стали печатать именно в церковных календарях. Вы понимаете, это и есть вот такое вот именно предательство, которое было. Когда была вот эта вот именно декларация Сергия Митрополита, там были такие слова, просто два слова скажу. Он говорил красной власти, ваши радости, наши радости. Да нет, эти радости пусть себе оставят, нам не надо такие радости. Вот, поэтому можно сказать просто несколько слов, да, можно и, как бы сказать, умничать, размусоливать это все. Мне это не нужно. Поэтому, братья и дорогие друзья наши, те архиереи, которые были вынуждены эмигрировать за границу, еще до появления задолго московского патриархата. Патриарх Тихон, конечно же, написал благословение им служить на том месте, где они находятся. То есть, вот, это было благословение патриарха Тихона, Синода и Высшего Совета Церквей. Выпустили еще и указ номер 362. Этот указ благословляет сражаться за веру, я так попроще вам скажу, да. И если будет какое-то нестроение церковное, и там ереси и так далее, то этот указ благословляет собираться митрополиями, держаться до того момента, как это все разрешится. То есть, до того, как будет собор. А собор будет только с государем. И те люди, которые говорят, что этот указ не действует, потому что московский патриархат восстановился, я вам скажу, не так это действует. Это не может убраться малым собором, чем который, допустим, его давали больше собор. Так говорят у нас соборные постановления вселенские. Поэтому и Господь также показывает, да, подавая святых, святого Ивана Шанхайского, который говорит, что Россия, русская церковь разделилась из-за ереси на две части. Это московский патриархат и РПЦЗ. Поэтому у нас и много таких отцов, которые в РПЦЗ находятся. Авер Китаушев, Серафим Роуз, Филарет Святой. И еще скажу несколько слов. Некоторые как бы смущаются, читая Евангелие, где говорится, что именно клятву нельзя давать. И говорят, как здесь вот именно, когда приносится присяга государю, там написано, что клятва дается. То есть и как бы люди приходят в некое такое вот именно сомнение. То есть я вам расскажу, что святой Павел Апостол, он говорил, что клятва дается в удостоверении истины. То есть я сейчас немножко другими словами, если вам интересно, почитайте. И поэтому нам запрещено клятся, когда мы вот так вот просто разговариваем. Вот эти вот клятвы, они нам не нужны. Это нельзя делать, так Господь повелевает. А вот именно когда истина в опасности, то мы должны именно сказать свое слово клятвенное. Дабы у нас не было, то есть дабы эта клятва была в удостоверении. То есть да, вот смотрите, я сейчас вам прочитаю. Филарет, святой Дроздов, он пишет, что клятву берегут для утверждения истины. Посему не клянись маловажным. Понимаете, вот это у нас в катехизисе написано, вот это вот учение православной веры. И много-много у нас есть таких вот вещей, поэтому постарайтесь на это, как бы сказать, многие люди сейчас не понимают этих вещей, хватая выдергивать слова из Библии, из Евангелия. И как бы много говорят таких вот вещей. То есть особенно, да, вот это вот именно баптисты, которые вот именно начинают говорить, да вы православные, вы так себя ведете. И Господь сказал, не клянись, а вы клянетесь, и кучу нарушений делаете и так далее. Поэтому не смущайтесь этим, Слово Божие это Дух, и так просто его не поймешь. И поэтому те люди, которые пытаются кратко говорить, вот коротко мне ответить, да, то есть вот здесь они могут заблуждаться и сто процентов заблуждаются. Потому что коротко ответить невозможно. Слово Божие, оно на века, столько книг написали на одно Слово Божие, написано столько миллионов книг. А здесь люди собираются и говорят, что они могут коротко и ясно что-то объяснить. Поэтому и не имея образования церковного, да, то есть вот, поэтому нет. Старайтесь вот это не слушать. Чтобы нам сейчас не заблудиться, старайтесь именно древних отцов искать удостоверение. То есть чтобы вот именно удостовериться, даже простой молитв, да, читать ее или нет. Если будет снизу подписано Святой Златоустий Иван или Василий Великий, тогда да, читайте, не сумняйся. А если что-то новое, старайтесь не брать, потому что там дух бывает разный. Еще, братья и сестры, я хочу вам сказать, что многие люди распространяют такие вещи, которые, как вот вам сказать, показывают там глаза змеиные, да, у людей, что они там роботы, там еще что-то там, да, вот именно. В этот момент, бывают люди говорят не своим голосом каким-то или еще что-то. Я бы вам советовал это не смотреть. Потому что те вещи, когда люди говорят не своими голосами, они читают там мантры всякие. Они читают там именно колдовство. Для того, чтобы человек, который смотрит на это все, чтобы он впадал именно в это состояние. Дух, который от них исходит, специально сделан для того, чтобы люди попадались на это все. Есть даже и разные фильмы зарубежные, которые там, допустим, люди смотрят. И в этих зарубежных фильмах там, допустим, люди как бы говорят на других каких-то языках в определенное, в короткое время, да, а снизу какие-то титры подписываются. Уже давно это, эти вещи происходят. Обязательно в этот момент, даже если кто-то, да, мирянин там, и который как бы вот, ну, есть люди, которые смотрят фильмы. Старайтесь в этот момент читать Иисусову молитву. Это просто, знаете, как из двух зол меньше выбирается. Если не можете отказаться, хотя бы вот именно в такие моменты читайте Иисусову молитву. Потому что на вас может подействовать всякое колдовство. Постарайтесь, чтобы ваша жизнь вся была в Господе. Перед сном помолитесь, покрапитесь. Утром встали, поблагодарите Бога. Кушайте, благодарите Бога. Нет, допустим, у нас возможности особенно вкусно покушать. Опять благодарите Бога. Скорби какие-то находят, благодарите Бога. У нас враг всегда делает так, чтобы мы все скорби, которые к нам идут, мы принимали либо от него, то есть от самого врага, либо от людей, через которых враг действует. То есть мы выносим суд и говорим, что через этого человека бес говорит что-то. Так нельзя делать. Вот меня духовный отец, он научил. Это иеромонах с московского патриархата. Научил меня еще давным-давно, что лучше говорить нам, что думаю, что это добро, думаю, что то недобро. И тогда будет смирение в этих словах. И когда мы начинаем кричать порой какие-то вещи, то даже уже и за церковь начинаем говорить, что там в чаше яд или еще что-то, упаси Господи, такие слова. Поэтому постарайтесь такие вещи избегать. А если вообще не попадаются такие люди, которым вы говорите, что так нельзя делать, а они все равно доказывают и делают так, убегайте от них. Уходите от них, потому что вы заразитесь этой заразой. И какой бы вам праведный бы не был этот человек, если он действует такими словами, кричит, высказывает, то понимаете, что эти люди действуют на разделение. Если он там священник и говорит, что он непоминающий и начинает разделять многих, уходите оттуда. Я не говорю, что, допустим, с общиной вы уходите или нет, я сейчас не об этом говорю. А именно от общения таких уходите. Если у нас есть какая-то по Богу идея, и этой идеей мы стараемся прогнать из России всяких жидов, которые сианисты, допустим, которые именно людей губят, мы должны объединиться. И поэтому на всякие раздоры нам не нужно внимания обращать. Если священники, которые у вас есть, они молятся Господу, если они стараются стоять в истине и делают все возможное к этому, помогайте. Постарайтесь людям объяснять, этим же священникам, что перестаньте ругаться, мы погибаем, нам это не нужно, эти ругаем. И поэтому, друзья, с вас все начинается, потому что Господь всем одну заповедь дал. Если у нас человек какой-то мир приобретает, то, как батюшка Серафим Саровский говорил, что тысячи людей спасутся возле него. Дорогие друзья, спасайтесь, спаси вас всех Господи, Бог вам в помощь, с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok